Елена Петрова. Лейна. Вернуться домой. Предисловие. Бывают такие моменты в жизни. Не везёт, не везёт, а потом, как повезёт? Да так, что не знаешь, в какое бомбоубежище зарыться. Вот и мне сказочно повезло каким-то чудом попасть в другой мир, где существует то, о чём у нас только в книжках пишут. Магия, эльфы, гномы, драконы и боги с демиургами. Реагировать на такое можно по-разному. Удариться в панику и в сласть поистерить, или отнестись к произошедшему с юмором и поставить перед собой цель. Проявить смекалку, суметь приспособиться и выжить. Я выбрала второй вариант. Уж очень хотелось вернуться домой, чтобы сказать родным, что я жива и здорова. А вот тут-то и начинаются настоящие чудеса. В процессе поиска пути домой и знакомства с множеством весьма занимательных личностей неожиданно выяснилась одна весьма любопытная подробность. Человек-то я человек. Да только не совсем обычный, а самый настоящий. Демиург. Не обученный, правда. Но, как говорится, было бы желание. Так, пытаясь найти дорогу домой, я и попала на Эдем, став студенткой Межмировой Академии на факультете Творцов Миров. А что? Учиться я всегда любила. Заодно и дорогу домой поищу. Очень аккуратно и не привлекая внимания. Уж больно местное руководство себе на уме. С другой стороны, здесь ведь действительно творят миры и целые планетные системы. Где еще я могу найти столько информации о потерянной родине. Благодаря помощи друзей мне все же удалось обнаружить местонахождение родной планеты. Вот только одна беда. Попасть домой все равно не получилось. Уж больно хитрая магическая защита стоит на земле. Но я все равно найду решение. Но, как и в любой бочке меда, есть в моей истории немалая ложка дегтя. Дело в том, что интерес Совета Тринадцати к моей загадочной родине так и не пропал, заставляя меня скрывать всю найденную о земле информацию. Да и с личными отношениями беда. Фиктивная помолвка с Кэрри начинает нервировать все сильнее, поскольку творец жизни, похоже, фиктивной ее вовсе не считает. Да еще Трион. Увы, наследник темно-эльфийского трона тоже слова «нет» не понимает. А если учесть, как сложно девушке сказать «нет» красивому, умному и сильному мужчине, который ей нравится, то неудивительно, что у меня нервы на пределе. Ой, да к демонам их. Думай об учебе Лейна. О том, как запирающую сеть с земли снять и домой вернуться, а не о мужиках, этом вечном источнике женских проблем. Учеба Лейна, библиотека, храны. А с поклонниками потом будешь разбираться. В общем, история моя продолжается. После насыщенных и весьма познавательных каникул на Лорелле, мы снова вернулись на Эдем, в Академию миров. Я на второй курс первого уровня, а Кэрри с Хароном на третий. А вот только ответов на свои вопросы я так и не нашла. Даже поход в бездну не помог. Скорее, после него вопросов только прибавилось.